Тема нашего выпуска – правила обращения с пиротехническими изделиями. Сегодня ни одно отрожественное мероприятие, будь оно городского освещения или семейный праздник, не обходится без салютов и фейерверков. Ассортимент фейерверочных изделий, имеющихся в свободной продаже, необычайно широк. К сожалению, любители фейерверков и праздничьих салютов не всегда соблюдают необходимые требования безопасности. Основу фейерверков составляют пиротехнические составы, смеси горючих веществ и окислителей. Эти составы должны легко воспламеняться и ярко гореть. Поэтому фейерверки являются огнеопасными изделиями и требуют повышенного внимания при обращении с ними. Из-за наличия горящих элементов в движении самого фейерверка и его разлетов фрагментов вводят понятие опасной зоны, внутри которой возможно получить травмы и материальный ущерб. В отличие от фейерверков, петарда является запрещенным товаром. Это взрывоопасный предмет, который не имеет фитиль безопасности. При использовании петарда может взорваться в руках в любой момент, нанеся тем самым интересные повреждения не только самому себе, но и окружающим. Как правило, в большинстве случаев именно подростки подвергают себя опасности. То, что тебя бросают петарду друг в друга, то на прохожих. В результате таких шалостей увеличивается степень риска для жизни подростков. В подростковом возрасте они не думают о последствиях использования петарды. У них нет чувства ответственности и понимания того, что петарда является опасным товаром, и никакого красочного эффекта от них нет, в отличие от фейерверка. И только порой ценой собственного здоровья подростки задумываются и осознают свои необдуманные поступки, хулиганские действия. Медики считают ранение от петард тяжелыми. Петарда, взорвавшуюся в руках ребенка, оставляет не только следы ожогов, но и рвет ткани тела и калечит кости. Лечение пострадавших обычно идет долго и только в стационаре. Последствия могут быть тяжелыми. Чаще всего пострадавшими оказываются мальчики в возрасте от 9 до 14 лет. Большинство из них незнакомы с инструкциями по использованию пиротехника и тем, что называется правилом предосторожности. Если вы купили пиротехнические изделия, то внимательно изучите инструкцию по их применению. Строго запрещается пиротехнические изделия разбирать, использовать в квартире, на балконе, вблизи жилых домов. Запускать, держа в руках, хранить вблизи от огня, направлять в сторону легко воспламеняющихся предметов. Использовать детям без присутствия взрослых. Использовать в общественных местах из-за хулиганских побуждений. Хранить пиротехнические изделия в помещениях, не отвечающих требованиям безопасности. Уважаемые взрослые, будьте внимательны. Многие дети уже начали покупать пиротехнику в магазинах и бесконтрольно пользоваться ею. На подобные изделия должны стоять данные о производителе и обязательная инструкция по применению. Запрещается продавать пиротехнику детям до 16 лет. Чтобы новогодние праздники принесли вам и вашим родным радость, выполняйте элементарные правила пожарной безопасности. С вами была программа «Гражданская защита».